привет сегодня у меня завтрак на завтрак у меня овсяночка и 3 яичко яйца ходила сегодня в огород там такой красивый лучок стоял в общем ожидании реальность там немножко приморозило и в общем лучок потерял всю красоту портит мне всю картинку теперь так в общем завтракаем еще у меня будет натуральный кофе но кофе я сварю попозже так как пока я это все сниму пока я все поем кофе остынет я люблю горячее натуральный кофе должен быть горячим и после завтрака я попробую рассказать свою историю ну ту которой с какого веса я похудела и по сегодняшний день так что не переключаемся завтракаем и слушаем дальше так в общем едем мы на работу мишки сделала вот такие вот цветочки это не знаю на на гвоздики в общем поделка к 8 марта девчонкам своим купила вы такие вот кружечки с теми с которыми я работаю непосредственно в одной группе одну такую одну такую и по вот такой вот шоколадки ну всем надо миллион наград вот я им по миллиону дарю главное ведь не подарок а внимание кружка шоколадка кружка шоколадка и подарю своей подружки тоже коллега моя подружка вот такую кружечку и тоже подарю ей миллион все это будет вот таких вот пакетиках ну дорого ведь вернее дорог не подарок а внимание пусть им дорогие подарки дарят мужья мужчины в общем кто там будет дарить подарки я чисто символически чтобы они пили чай и вспоминали меня так а теперь одеваем маску вот эта маска прям я не знаю без маски прям никуда что-то нам не запуталась вам надо идти так все плотно сидит плотно прилегает все до встречи в общем все никак не дойду до сути видео что я хотела рассказать как я поправилась и как я похудела и насколько но опять маленькое вступление делали маленькую закупочку купили бананчиков яблочек чуть-чуть мяско вот таких вот супчиков так этот ой как его зовут кабачок грибы свекла морковка а еще взливаю чесночок очень дорогой чесночок ну не мне цены устанавливать а чеснок все время нужен так и теперь сейчас не переключаемся я все-таки расскажу как я поправилась но и самое главное то я забыла сказать я взяла майонез в общем где-то у какого-то блогера я читала и слушала и видео смотрела что майонез не так плохо как о нем рассказывают скажу почему если его жрать ложками то он конечно ну как не очень такой полезный а если добавлять все в меру и по чуть-чуть то почему бы и нет в общем начнем не буду ходить вокруг да около сразу скажу сколько я весила а весила я у меня была трехзначная цифра то есть я весила сто семь килограмм может быть я найду фотографию у меня очень мало фотографий практически нет где-то может одна или две есть такие фотографии где я в этом весе просто как бы ну и то что не было возможности а скорее не было желание фотографироваться потому что это был не один подбородок а их там было несколько там складок везде как у гусеницы в общем не было как бы это так назвать красиво не было ни желания не очень не хотелось вставлю я попробую вставить эту фотографию где это все в общем я ее поищу в общем нашла это фото ну конечно видели каких там складок какого размера вообще я была ну была большая девочка в общем я не скажу что я сейчас стала намного меньше ну как бы намного но не настолько насколько бы хотелось в общей сложности я похудела на блин вот не подготовилась не посчитала насколько на 22 килограмма на это все ушло у меня три года то есть если бы я запланировала все и вот так вот бы последовательно у меня все было то я на одной диете сижу она мне не понравилось слезла два килограмма ушло пять пришло то я на другой диете сижу то жесткая диета то не жесткая то еще какая-нибудь в общем сколько я не сидела на этих диетах сколько я не перепробовала вес то приходил то уходил в общем в этом весе я провела прожила вместе с ними наверное около 10 лет этот вес прибавился после рождения второго сына прям таки он заметно прилип принципе я ничего такого не ела ну как то так быстро я это все набрала с 64 я помню было 90 а потом я уже как-то не контролировала вес а потом когда стала на весы весы показали сто семье я боялась что я раздавлю эти весы и как бы я не комплексовала меня муж любит я себя люблю кушаем все что захочу в любых количествах и как-то я к этому относилась не так наверное как сейчас потом уже наверно где-то в лет наверно 33-34 я начала задумываться что все таки это тяжело начинается отдышка ты я начинаю потеть и потела как честно сказать как лошадь ничего нельзя было одеть потому что это была всегда мокрая спина подмышки мокрые все было мокрое волосы быстро становились жирными лицо было жирное чем бы я его не вытирала не этот ну в общем короче как то так это все получалось начала я задумываться на сна над своим образом ну и наверное это были мои начала моих первых диет когда я уже начала бороться когда стрелка весов перевалила уже на трехзначную цифру и тогда я пошла куда я пошла куда не пошла я просто села на диету ну и диета в чем заключалась не ешь того не ешь того в общем три дня я сижу на этой диете потом да ну и я и так красиво в общем как-то это все так получалось я не смотрела не следила за тем как я сбросила эти 10 килограмм со ста семи я перешла на 97 как-то она я не скажу что она само по себе получилось оно само по себе никогда не получится может какой-то ритм жизни у меня поменялся но я не заметила этого в общем начинаем худеть уже с 97 потом была беременность третья и за время этой беременности я похудела на 12 килограмм некоторые набирают я похудела в общем после на учет я становилась 97 с роддома я пришла 85 это получается ну да 12 килограмм буквально проходит 4 месяца ко мне приходят как красиво назвать то ну те дни которые приходят каждый месяц этот цикл у меня восстановился и килограммы потихонечку опять начали возвращаться и наверное уже где-то через полгода я весила опять 97 конечно было красиво когда пришла с роддома 85 все так хорошо устраивало и носки можно было одевать и живот не мешал как-то это все было красиво я вижу что мужу нравилось хотя он говорил что я люблю тебя везде какая-то есть и ешь когда пока не можешь есть пока ничего не болит но с другой стороны я понимаю что с этим надо что-то делать и я не выбирала никакой диеты а получилось так что я эту диету назвала сама ну это не то что я ее назвала ну просто у меня такая диета получилось завтрак съешь сам обед раздели с другом а ужин отдай врагу до этого у меня такое чувство что не было ни друзей ни врагов я ела все сама и ни с кем не собиралась делиться в общем как только я перешла на эту диету получается вечером я либо ужинала чем-то легким не спорю было очень тяжело вот эти мысли которые хотелось давай что-нибудь сожрем уже а и когда дети ходят в этот холодильник и набирает 300 просмотров за час и когда что-то что-то готовишь это очень тяжело потом я когда больше начала в эту тему вливаться я уже начала задумываться от чего может вес уходить там от чего не уходит что нужно есть там что нужно делать так как в общем много читала много смотрела и в итоге я пришла к такой диете ну даже это я не диета как бы наверное скорее всего это должен быть таким образ жизни на первые три дня исключить хлебобулочные изделия ну макароны картофель сладкое ну по-моему все первые три дня было тяжело это было очень тяжело после того как ты запихиваешь в себя все что у тебя пролазит в рот и тут ограничиться вот таким вот количеством хлеб не ешь это не ешь это тоже не ешь первые три дня было очень тяжело ну потом привык как-то попривыкла я уже на который день стало полегче вечером я вообще перестала есть водичка там яблочко что-нибудь такое легенькое на это все как бы ну я думаю что было достаточно и за месяц наверное ну чуть больше месяца я сначала сбросила шесть килограмм это наверное было недели за три сбросила шесть килограмм и потом наверное недели за две еще четыре килограмма потом вес уходил сложнее вот десять килограмм ну пускай это было наверное пять шесть недель это где-то вот так вот было эти десять килограмм все я уже страняшечка все мне уже ничего не нужно ну вот этот получается год я уже не худела но я пыталась удержать этот вес ну до сих пор он у меня восемьдесят пять ну получается так что на каких бы диетах я не сидела у меня была и яичная диета и в общем каких только диет не было и лесенка и не лесенка в общем и все что хочешь я перепробовала да вес уходил и прям таки стремительно быстро на какой-то диете мне было тяжело сидеть на какой-то можно сказать что ну не комфортно ну нормально можно было просидеть на этой диете но вес как уходил так и возвращался хорошо что не приводил друзей вот хорошо что не приводил друзей остальное и вот теперь я наверное не наверное а уже точно я поставила для себя цель я нашла себе мотивацию я уже конечно об этом сказала мужу что я хочу замуж и я хочу пойти в этот салон и выбрать платье ну платье в том плане что я хочу в салон пойти для девочек а не туда где продают противотанковые чехлы чтобы это без там и этих иксов было чтобы поменьше там хотя бы хотя бы выбрать то платье не в то в которое я влезу а то которое я захочу одеть и вот это для меня мотивация больше всего у нас в июне будет годовщина ну я не знаю как в июне как у него с работой получится но я хочу сделать фотосессию чтобы это все было красиво чтобы это ну задалась такой целью задалась такой мыслью что я думаю что у меня все получится муж конечно не в восторге он сказал что второй раз на этот шаг он не решится ну кто его будет спрашивать главное что я поставила себе цель если я смогла похудеть на двадцать два килограмма то десять килограмм я думаю еще не не за месяц у меня еще есть в запасе то что март апрель май и четыре ну четыре пять месяцев у меня есть я думаю килограмм десять пятнадцать я я думаю что я осилю ну как бы мотивация конкретная так что спасибо что досмотрели мое видео до конца послушали мою исповедь и до скорой встречи спасибо